Добрый день! И мы снова говорим о нашем городском хозяйстве и сегодня мы подводим итоги года. Говорим о том, что в этом году мы сделали. В первую очередь хотелось бы отметить, что вся наша работа сейчас носит системный модульный характер. В каждом направлении в первую очередь мы составляем регламент и потом согласно этого регламента мы выполняем эту работу. Давайте по пунктам. Возьмем уборку нашего города и вывоз бытовых отходов, вывоз мусора. Как мы уже говорили, в первую очередь мы создали схему санитарной очистки и согласно этой схеме, которую мы внедрили в этом году, мы ведем как уборку наших улиц, так и вывоз мусора, согласно новым маршрутам и новому регламенту. Многие наверняка успели заметить, что в городе с каждым днем появляется все больше мусорных подземных контейнеров и сити-боксов, которые размещаются на фасадах нашего города. Хотелось бы отметить, что в дальнейшем на фасадах не будет обычных мусорных контейнеров, они будут размещены в сити-боксах и по максимуму это, конечно, с фасадов мусорные контейнера мы будем убирать. Это же касается и регламента вывоза бытовых отходов. Согласно новых маршрутов есть четкий график опорожнения. На контейнерах мы будем и уже начали размещать график этого опорожнения, и вы можете видеть, когда тот либо иной контейнер должен быть опорожнен. Также в городе созданы локации по сбору негабаритного мусора. Мы рассчитываем одна локация на 100 тысяч населения. 10 таких локаций уже есть в городе, даже 11. Четкое место их нахождения можно узнать на сайте нашего города, либо на сайте департамента городского хозяйства. На эти локации можно вывезти старую ненужную мебель, бытовую технику и так далее, чтобы не оставлять это возле контейнеров. Результаты этой работы, я уверен, одесситы успели заметить. Мусора на улицах нашего города, особенно что касается стихийных мусловок, стало действительно намного меньше. В свою очередь хотелось бы попросить жителей нашего города, чтобы негабаритные отходы вывозили в специально установленные места, ну и по возможности сортировали мусор. Также хотелось бы отметить, что в этом году мы серьезно это поработали в обновлении и в переоборудовании нашего подвижного состава. Что касается уборки улиц, мы закупили новую технику, которая может это работать как в парках, как по скверам, так и по пешеходным зонам, по тротуарам. Достаточно новая, современная маневренная техника, которую уже сейчас мы использовали в борьбе с первым снегом, который выпал в нашем городе. И уже сейчас она себя очень хорошо зарекомендовала. В городе сейчас есть 17 таких машинок, 10 машин закупили силами этой компании КП «Городские дороги». Одна еще машина есть у КП «Зелентрест», остальные закупили частные у управляющей компании. Этой техники достаточно, чтобы убирать наши фасады, парки и скверы. Также хочу напомнить, что часть этого подвижного состава мы уже переоборудовали для посыпки наших улиц. В этом году мы не будем использовать песчано-соляную смесь и вообще любую смесь на основе песка, чтобы потом в конце зимы, когда наступит весна, чтобы мы не боролись с горами песка, которые останутся на улицах города и будут забивать нашу ливневую канализацию. Также не могу не вспомнить о нашем наружном освещении. Еще год назад мы начали масштабные работы по замене наружного освещения в Суворовском районе. В этом году мы продолжили эти работы в центре города. Хочу напомнить, что замену всего наружного освещения мы ведем согласно регламенту, который был установлен нами год назад. Назвали мы эту схему «Вечерняя Одесса» и согласно этой схеме мы устанавливаем в городе новые светильники нового типа, меняем старые светильники, либо устанавливаем в тех местах, где их это раньше вообще не было. В этом году мы серьезно занимались центром города. Я уверен, что многие смогли это заметить. На улице Екатеринской были установлены новые опоры в стиле XIX века. На них это размещены новые светильники. До этого светильники висели там на растяжках, которые были натянуты между домами, тем самым это портили фасады. Ну и, конечно, само освещение не было таким качественным. В дальнейшем мы не останавливаемся на этом и в течение нескольких лет мы собираемся полностью заменить все наружное освещение в городе, по всем это районам, согласно нашего нового регламента схемы наружного освещения «Вечерняя Одесса». Также хотелось бы отметить, что мы получаем серьезную экономию электроэнергии, а также гарантия на эти светильники составляет 10 лет. Также хотелось бы вспомнить о зеленых насаждениях, о высадке зеленых насаждений в нашем городе. А в этом году мы и тут выполнили достаточно масштабную работу. И тоже все согласно нового регламента. Согласно интерактивной этой карте зеленых насаждений, которая была создана специалистами департамента и КП «Горзелентрест». В этом году мы высадили 1100 белых акаций. Эта акция достаточно широко освещалась. И в октябре и в ноябре мы высадили больше тысячи деревьев. Также высаживали это кустарники на выездах и на заездах в город, и на зеленых разделительных, на фонтанской дороге, на Балковской улице и так далее. То есть зеленых насаждений в этом году в городе было высажено действительно много. А что самое главное, все они нанесены на карту зеленых насаждений. И в дальнейшем можно будет видеть, как возраст этих зеленых насаждений, так где они находятся, в каком количестве, и ввести четкий и подробный учет. На этом на сегодня, наверное, все, хотя рассказать нам есть еще много о чем. Об этом мы поговорим уже в новом году. Ну и на завершение хотелось бы отметить, что этот год был действительно продуктивный и хороший. И уверен, что с таким подходом будущий год у нас это получится еще лучше. А вам хочу всем это пожелать, жить в зеленом, в чистом, в любимом и это родном городе. А мы со своей стороны будем это стараться, именно таким этот город и сделаем для жителей нашего города. С наступающим Новым годом!